Сегодня утром в Пулково приземлился второй борт со станками пассажиров рейса 92-68 Шарм-эль-Шейх, Санкт-Петербург, разбившегося в субботу на Синайском полуострове. Это самая крупная катастрофа в истории России. В ней погибли 224 человека. Дети, занимающиеся в кружках Дома творчества Московского района, провели акцию памяти о 17 маленьких пассажирах трагического рейса. В Доме детского творчества занятия идут по расписанию. И вот только в фойе на экране телевизора лица именно погибших 31 октября в небе над Синаем. А родители, бабушки и дедушки не кротают время в разговорах. У всех на одежде черные ленточки. Такие трагедии часто или не часто, они всегда приносят в каждую семью, в каждый дом сострадание, переживание. И лично, и для меня тоже, все мои родственники, мы очень сильно переживаем за тех людей, которые попали просто, может быть, в эту ситуацию. Но это может случиться со всяким. Черные ленточки и у девочек, которые разучивают новый танец. Композиция капельки вызывает первую ассоциацию слезы. Всем воспитанникам Дома творчества, даже самым маленьким, объяснили. Страна плакивает людей, погибших в авиакатастрофе. Педагоги уверены, воспитывать сострадание можно и нужно с детства. Это очень заметно по лицам наших детей, наших педагогов, наших родителей. Однозначно. Все знают, это горе охватило всех. И думаю, не только жителей России, но также за пределами Российской Федерации. Занятия прерывают, чтобы выйти на улицу и выпустить белые шары. Они давно стали символом наших просьб и молитв, обращенных к небу. Сейчас вся страна просит, чтобы больше никогда не случалось таких трагедий. Прежде всего мы это делаем для того, чтобы поддержать родственников погибших. Потому что я сама летала на самолете много раз, и мне очень жалко их. Завтра день народного единства. На всех мероприятиях вновь будут вспоминать жертв в самые крупные в истории России авиакатастрофы. Потому что мы едины не только в радости, но и в горе. Елена Гальперина, Игорь Зверев, Республика.